А затем Всевышний Господь описывает в своем писании Аль-Джанна, описывает рай. То, что уготовано там, в раю, из наслаждений, то, что уготовано там из радости и у тех, воистину, рабы Аллаха, наслаждения рая, они охватывают все телесные услады, физические услады, охватывают собой все, что дает радость сердцу, духу, и охватывают все, чего желают души. Там, в раю, есть то, что не видела ни одно око, а то, что не слышала ни одно ухо, то, что не могло представиться даже ни одному сердцу. И Аллах Всевышний описывает всевозможные виды наслаждений и услад, которые есть в райских садах. Там для вас, о рабы Аллаха, если введет ваш Господь туда, для вас там причистые жены, у которых нет каких-то недостатков, и нет пороков, и нет грязи, они благие своей нравственностью, они прекрасны своими лицами, они потупляют взоры, не смотрят ни на кого, кроме своих супругов, они находятся, пребывают в шатрах, они подобны жемчугу, они подобны кораллам. Аллах Субханава Тааля создал их совершенными, прекрасными, и Аллах Субханава Тааля сделал их абкара, сделал их девственницами, девственницами постоянными, и сделал их уаруба, то есть такими, которые любвеобильные, которые хотят снискать любовь своих мужей, украшая себя изнутри и снаружи. И все они будут от раба, то есть все они будут ровесницами, там не будет старух, они не будут стареть. Они и жены их, они и жены их в тени, на ложах, покоятся, опираясь. Для них там будут фрукты, и все, что они потребуют, для них там будут многочисленные фрукты. Они будут есть эти фрукты, когда захотят. Эти фрукты, плоды будут висеть низко, если захочет человек, сможет взять в любой момент, из любого положения, стоит ли он, он легко будет брать их, сидит ли он или лежит, он будет легко брать эти плоды. Они не прекращаются, и они не являются недоступными, они не являются недоступными. И для них, и там будет ризг их, то есть пропитание их, надел их утром и вечером. И говорит Аллах, Субхану Ва Тааля, там есть реки. Там будут реки из воды, которая не портится. И молока, вкус которого не изменяется, и вина, которая вкусна для пьющих, и реки из меда очищенного. Ослуги их. Кто их слуги? Ослуги их Вильданун Мухалладун. Вечные отроки. Иза раэйтагум хасибтагум люклюа мансура. Если ты посмотришь на их, ты сочтешь, что это жемчуг рассыпанный. И обходят они их, обитатели рая, обходят их с кубками, то есть сосудами, у которых нет ручек, и кувшинами, то есть сосудами, у которых есть ручки и носики, и чашами, в которых будет вино из маина, из источников. Да, источники, из которых течет вино райское, не прекращаясь. Ля ю саддауна анга, ва ля юнзифун. От этого вина у них не будет болеть голова, и не будет это вино опьянять. Никак это мерзкое вино, которое здесь на земле, от которого болит голова, и которое лишает человека рассудка. И говорит Аллах, Субханава Тааля, В нем, в раю, есть все, чего возжелают души, и что услаждает очи. Все, что потребует человек. И говорит Аллах, Субханава Тааля, И не знает душа, что скрыто для нее из услады очей, из наслаждений, там в раю, воздаяние за то, что они совершали. Пришел человек, пророк, алей салату ассалам, и сказал, Я, Расуль Аллах, О, посланник Аллаха, есть ли в раю кони? Пророк, алей салату ассалам, сказал, Если Аллах тебя ведет в рай, то если ты захочешь нестись на коне из красного яхонта, который будет нести тебя, лететь вместе с тобой, куда ты захочешь в раю, это будет. Другой человек услышал и сказал, посланник Аллаха, А будут ли там верблюды? Пророк, алей салату ассалам, не дал ему ответ, подобный предыдущему. Пророк, алей салату ассалам, дал ему общее правило. Запомните, он сказал, Если Аллах тебя введет в рай, для тебя там будет все, что пожелает твоя душа. Все, что пожелает твоя душа, и все, что услаждает твои очи. Но самое главное у рабы Аллаха, все, о чем мы говорили, это сотворенные наслаждения рая, они прекрасны, но прекраснее всего этого, ризуан Аллах, довольство Аллаха, довольство твоего Создателя, оно снизойдет на обитателей рая, и никогда больше Господь их не будет гневаться на них. И даст он им вкусить величайшее наслаждение, выше которого нет. Всевышний Аллах будет открывать свой хиджа, будет открывать завесу, так, что люди рая смогут видеть, смогут лицезреть лик своего Создателя. Клянусь Аллахом, нет наслаждения более совершенного и более высокого, о рабы Аллаха. И на лицах их будет сияние радости, и будут они лицезреть своего Господа, взирать на него вудюгу, яу маязинь, назира, иля раббиха назира. Лица в тот день сияющие на Господа своего взирающий. И пребудут они, о рабы Аллаха, в этом блаженстве, веки вечные, навсегда, блаженство непрекращающееся, радость, у которой нет конца, дары, которые не истекают.